Добрый день, дорогие друзья! Мне хочется вспомнить об еще одном концерте, который с аншлагом прошел киноконцертом в зале «Панорама». Это концерт Алены Свиридовой. Алена Свиридова – российская певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая, член Союза писателей Российской Федерации, заслуженная артистка Российской Федерации, одна из самых стильных звезд отечественного шоу-бизнеса. Всегда интересно проследить, а как же формировался характер звезды. Давайте попробуем это узнать и в этом разобраться. Алена родилась на море, в Керчи. Ее отец был военным летчиком. Мать имела филологическое образование и работала на радио. По роду службы отца детство девочки проходило по разным гарнизонам в разъездах. Однако каждое лето она гостила у бабушки в Керчи на море. И весь учебный год она ждала этой встречи с этой огромной стихией радости и счастья с морем. Годы учебы Алены прошли в Минске. Она закончила специализированную музыкальную школу. Затем поступила на музыкальный факультет Минского педагогического института. Училась очень успешно. За время учебы развивала и приумножала свои творческие возможности и способности. Параллельно с учебой в институте она пела в вокально-инструментальном ансамбле, который существовал на базе Минского механического завода. Там же был самодеятельный театр, где Алена играла главные роли. Она любила солировать, любила играть на гитаре и, казалось, все складывалось так, как бы ей хотелось. Много времени уделяла литературе, много читала, писала стихи. И на Минском радио часто звучали песни, стихи к которым сочинила Алена Свиридова. Казалось бы, жизнь складывалась так, как ей хотелось. Она занималась любимым делом, была возможность для развития творчества. А нет. Как творческой личности ей хотелось чего-то большего. Ее жизнь изменилась с приездом в Минск Богдана Титамира. Директор Титамира заметил статную девушку, послушал ее и пригласил в Москву. Конечно, решение было принять непросто, но решение было принято в пользу переезда. Время показало, что решение было принято правильно. Однако, как мы с вами понимаем, столица является испытанием для многих тех, кто пробует себя на творческом поприще. Испытанием столица стала и для Алены. Поначалу сложно было обустроить быт. Приходилось переезжать с одной съемной квартиры на другую, и это отнимало очень много времени. Но, как мы знаем, в жизни каждой звезды встречается человек, который оказывает помощь. И таким человеком оказался для Алены Аркадий Арканов. Он помог ей устроить быт. И тогда Алена смогла заняться творчеством. Она тут же приняла участие во многих профессиональных конкурсах, где стала лауреатом. Особенно успешным был 93-й год, где в проекте песни 93. Она получила немыслимое количество наград. Конечно же, узнаваемость принесла свои плоды. Певица смогла выпустить альбом и несколько клипов. Ее стали приглашать для участия в концертах самостоятельно, а иногда и в дуэтах с коллегами по цеху. Алена работала много и плодотворно. Были выпущены три сборника, такие как «Сирена» и «Линия жизни». Параллельно она умудрялась трудиться, и в театре «Школа современной пьесы», где ее пригласили для участия в спектаклях. Появилась работа в кино. Стиль, в котором работала певица, постоянно менялся. Одно время она очень много уделяла джазу. Был даже выпущен совместно проект с Андреем Макаревичем, который в своей основе имел блюзовые и джазовые композиции. В девяностые казалось, что слава бедной овечке будет с ней всегда. Какую бы песню ни исполнила, она моментально рвалась в хит-парады. Да что там девяностые? Пропав временно с радаров, Свиридова вновь стартанула в нулевые, исполнив пару песен и снова исчезла. Что-то цепляло публику в личности Свиридовой. Как говорит сама звезда, свои творческие способности она унаследовала у отца. Ее отец был талантливым человеком, он прекрасно пел, он самоучка, но играл на музыкальных инструментах и делал это весьма успешно. Однако была в его жизни пагубная вещь. Он, служа на севере, пристрастился к алкоголю. И когда было состояние алкогольного опьянения, он просто становился невыносимым и свою агрессию срывал на матери. Алена, конечно же, заступалась за мать, и вот эти вот сложные моменты в ее жизни повторялись достаточно часто. Конечно, не хочется помнить, не хочется вспоминать, но мы с вами знаем, что память такая вещь, она не спрашивает, и это помнится. Поэтому сейчас в жизни Алены Свиридовой нет места алкоголю ни в каком качестве. Ну, а теперь, конечно же, о хорошем. Что же все-таки цепляет публику в личности Алены Свиридовой? Мы с вами сумели убедиться в этом, что у нее есть большое количество поклонников. Когда состоялся концерт Алены Свиридовой в киноконцертном зале «Панорама». Я абсолютно уверена, что цепляет тот момент, что она сумела найти себя. Она никогда не стремилась к каким-то стандартам и шаблонам. Она реализует себя так, как она считает нужным и так, как она видит. Ей полностью, как она сама считает, удалось реализовать себя как исполнительницу, так и автора стихов ко многим песням, которые она написала. Она записала большое количество клипов. Она написала книгу. Она снялась в шести фильмах. Она записала шесть альбомов. Ну, а теперь интересный факт, я думаю, который будет полезно узнать, наверное, многим не только женщинам. За последние 30 лет ей удалось сохранить один и тот же вес. Это 58 килограмм. Вот такая она, любимая всеми Алена Свиридова. А я хочу вам напомнить, следите за программой передач канала ОТР и смотрите в записи концерты, которые состоялись в киноконцертном зале «Панорама». Я надеюсь, до скорых встреч. Я желаю вам здоровья, счастья и всего самого-самого наилучшего.